В День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в России отмечается День семьи, любви и верности. В Ижевске традиционно в этот день на площади Михаила Архангельского кафедрального собора у памятника святым Петру и Февронии состоялось честование супружеских пар, проживших в браке более 25 лет. Мероприятие началось с приветственных слов заместителя председателя правительства Удмуртской республики Анастасия Александровна Муталенко и митрополита Ижевского и Удмуртского викторина. Когда уже крепкая семья, надежное мужское плечо, кормилец надежный, тогда можно и рожать, и одного, и двух, и трех, и пять, и десять. Вот все взаимосвязано, понимаете, все взаимосвязано. Поэтому давайте стараться, чтобы у нас были семьи. А что при этом надо делать? Законные семьи. А вот пропагандировать семью, жизнь семьи. Вот что мы делаем, это уже здорово. Это уже правильно. Надо все время это делать. Надо показывать в средствах массовой информации, как живут семьи. Многодетные семьи, хорошие, успешные семьи, в которых есть дети, которых они вырастили, которых поставили на ноги, дали образование. Наверное, надо спрашивать, как это у них вышло, и чтобы другие учились. Затем состоялась церемония награждения супружеских пар общественными наградами, медалями за любовь и верность. В этот день их получили 30 семейных пар. У каждой из них своя история любви. Я предложил, я давай почитаю тебе стихи. И я где-то их два-два часа читал. Так, наизуально. Это был смертельный выставок. Учитывая, что я литератор по профессии. На самом деле, да. Учила в школе. Специальность филолога. В школе, да. Русский арабиатур. И сама сочиняет. Потому что военный. Для нее был смертельный выставок. И вот самое главное понять, что дети – это просто счастье. Это радость. Это отдельно от работы, от проблем. Потому что, мне кажется, я вот здесь соглашусь с Анной Кузнецовой. Даже среди своих знакомых я не видела никого, кто бы пожалел, родив ребенка. Будь то одна мамочка в семье, с заботами, с хлопотами. И поэтому, в какой-то момент для себя это осознав, я поняла, что хочу много детей, люблю много детей. И, мне кажется, три – это еще самое начало. Среди получивших медали за любовь и верность – три священнические семьи. Это семья протодиакона Иоанна Ангелич, протеерея Дмитрия Женихова и протеерея Алексея Спаскова. Самое важное в семье – это уметь слушать и слышать, и уметь прощать. Потому что любовь в семье всегда была конфликтной ситуации, всегда была какие-то непонимания, может, раздражения. И вот именно здесь, на Кремле, вот этих испытаний надо найти в себе силы, надо найти в себе какие-то внутренние ресурсы, преодолеть свою гордыню, уметь услышать и уступить. Где-то промолчать. Ну и, конечно же, уметь друг друга поддержать. Нет ни одной семьи, которая бы, наверное, прожила бы в единодушии, взаимопонимании всю жизнь. В любой семье появляются какие-то кризисные ситуации. И дай Бог мудрости и терпения каждому пережить. И, конечно, всякий раз памятник о том, что в семье любого человека и самого дорогого – это его родные и близкие. Церемония награждения сопровождалась культурной программой. Перед зрителями выступали творческие коллективы города. А для детей были организованы различные аттракционы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова